Территория хороших новостей. В Твери состоялся фестиваль региональных телерадиокомпаний. География участников в этом году вышла за рамки Центрального федерального округа. В творческом конкурсе участвовало около 40 средств массовой информации. На этот раз победителем в главной номинации стал телеканал ЛРТ. Станция Белгород. Для тех, кто здесь впервые, это место, откуда начинается знакомство с нашим городом. А помнишь, раньше на больших станциях ходили бабушки с кукурузой и черчхелой, течки с такими громкими специальными голосами, которые кричали «Пиво, раки, чебуреки» и мужики, которые продавали сушеную вовлу? Это не отрывок программы «Орел и решка в России». Это проект телеканала «Мир Белогорья». Здесь была Даша. За оригинальный подход к работе члены жюри единогласно отдали Дарье Анискиной победу в номинации «Лучший ведущий телевизионной программы». Спасибо за возможность показать себя. Для меня это огромный стимул двигаться вперед. К такому позитивному подходу делать больше хороших новостей на фестивале призвали журналистов все члены Оргкомитета. Ведь от того, что выходит в эфир, зависит настроение зрителей в целом. Хорошая новость – это не просто приглаженная или отобранная специальная и незамеченная какая-то другая. Это вообще не искажение действительности и не взгляд через розовое стекло. Хорошая новость – это наличие неравнодушных людей, которые делают свое дело. А таких неравнодушных журналистов, преданных своему делу, в Центральном федеральном округе много. На юбилейный 20-й фестиваль «Территория хороших новостей» было выдвинуто 150 работ из 11 субъектов России. Конкурс традиционно прошел на Тверской земле. Собрал только лучших представителей медиаотрасли, представляющих региональные компании центральной части России. Ирина Шляхтова, к примеру, за бесстрашие и уверенность в кадре, стала лучшим тележурналистом этого года. За сюжет о конкурсе по вертолетному спорту. Были очень своеобразные условия, лил дождь, но нам удалось с оператором сделать замечательный сюжет. Прекращались соревнования, потому что погода была не летная, не июльская, но тем не менее мы сделали. В 2017-м фестиваль вышел за свои географические рамки. В нем впервые участвовали журналисты из Самары и Вологды. Среди лидеров фестиваля также были отмечены региональные компании из Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой и Ярославской областей. Столичный регион в этом году тоже в лидерах. Телеканал ЛРТ победил в главной номинации. Лучшая программа новости. С вами Наталья Григорьева. С Днем Победы! Сегодня по всему городскому округу Люберцы проходят масштабные торжества в честь этого великого дня. На площадках праздника работают съемочные группы ЛРТ. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках люберчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляет ветераны Великой Отечественной войны. На самом деле для нашего телеканала это огромная победа. Мы несколько лет шли и стремились к этому. Это огромное счастье, это огромная радость. Когда коллектив отмечен полностью, мы над этой работой работали все вместе. Это была работа от корреспондента до последнего штриха монтажера. Но все же главная задача территории хороших новостей не только дать по заслугам, но и повысить профессиональное мастерство теле- и радиожурналистов. В программе фестиваля мастер-классы и площадки для обмена опытом, как возможность заимствования практики у своих коллег. Кроме того, на разборе полетов члены жюри обсудили все недостатки и преимущества конкурсных работ. И в этот раз, ну вот я не знаю, я поднял, как раз предложил наградить вас главным призом за программу новости. Молодцы ребята, настолько душевно. Вот я смотрел, простите, у меня вот со слезой смотрел, смотрел и плакал. Как прочувствовал, как понять, 9 мая спецвыпуск, корреспонденты, молодые девчонки в этих пилоточках, они чувствуют, они не собой занимаются, они чувствуют важность этого дня. Идея, которая заложена в названии фестиваля, за 20 лет объединила не одну сотню журналистов из самых разных регионов. Территория хороших новостей – место, которое по-настоящему сближает единомышленников. Город Тверь, да, в принципе, как и сам конкурс, подарил практически каждому участнику незабываемые эмоции. И дело не только в этом бесценном опыте, но и в мотивации, которую получили журналисты, чтобы создавать и дарить каждому зрителю хорошие новости. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.